Пенсионеры Черноморского флота продолжают борьбу за свои квартиры. Жителям 18 так называемых московских домов, отдавшим родине годы жизни, приходится доказывать, что согласно закона о статусе военнослужащих они имеют право на жилье, которое получили еще во время службы на Черноморском флоте. Тогда при выходе на пенсию служебный статус квартир, построенных правительством Москвы, приказом командующего флота, менялся на неслужебный. Жилье оставалось за семьями офицеров, закончивших службу. Таким образом исполнялась статья закона о обязательном обеспечении военнослужащих жильем при выходе на пенсию. Процедура проста и прописана в законе. Сделано это все таким образом, чтобы вот буквально в два-три шага можно было решить эту проблему без каких-либо проволочек. Однако в этом году чиновники из Министерства обороны вдруг заявили, что квартиры были переданы офицерам неправомерно. Около двух тысяч членов семей, пенсионеров, черноморцев оказались под угрозой выселения. Ими направлены десятки запросов в различные инстанции. Но вопрос не решается. 16 ноября выход из ситуации пытались найти на заседании в Севастопольском штабе Общероссийского народного фронта. Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева предложила решать проблему уже на уровне Совета Федерации, Федерального собрания России. Чтобы решить эти вопросы, необходимо внести изменения простыми способами. Это и теми законами, которые существуют в рамках нынешнего законодательства, теми механизмами. Это все решить невозможно. Об этом и было высказано на круглом столе Общероссийского народного фронта. Пока мы еще не решили, в какой закон, вернее, не принято решение, в какой закон и на каком уровне будут внесены изменения. То ли это будет постановлением правительства, то ли это будут изменения в закон по передаче в собственность, то есть 512. Пока мы это не знаем, это будет решать уже на уровне Совета Федерации. По информации пенсионеров, сенатор Тимофеева пообещала, что в Совете Федерации будет создана рабочая группа специально по проблеме севастопольских московских домов. На местном же уровне добиться простейшего выполнения нормы закона о статусе военнослужащих, обеспечения жильем пенсионеров, невозможно. Недостижимым, по информации офицеров, является даже получение четких ответов на запросы, которые пишут граждане. Вот посмотрите, вот обращение мы отправляли 11 октября этого года министру юстиции, в котором просто просили разъяснить, почему не опубликовано постановление 501 правительства Севастополя, распоряжение. И можно ли им руководство, если оно не опубликовано. Ну разъяснить, все понятно, да? Естественно, там никто не стал ничем заниматься, отправили в прокуратуру Севастополя. Вот ответ прокуратуры. Цитата просто. Ваши обращения от 11, 10, 17 года не согласились с постановлением правительства. Насосы и колеса, Райкин, классика. И вот таких у нас классик, извините, тома. По информации военных пенсионеров, рабочая группа по решению квартирного вопроса должна быть создана при Совете Федерации в ближайшее время. До конца года комиссия должна изучить ситуацию и предложить алгоритм передачи квартир в собственность пенсионеров-черноморцев.